Всем привет! Это Алекс. Добро пожаловать на мой канал. Всего понемногу и немного обо всем. Надеюсь, что каждый из вас найдет здесь что-то интересное для себя. Сегодня я хочу снять небольшое видео о том, как же я приводила себя сегодня в порядок перед съемкой этого видео. Я думаю, у многих у вас случается, что вам срочно нужно куда-то бежать, но у вас нет времени вымыть голову. Поэтому я использую для этого сухой шампунь. В моем случае это шампунь от Батист. Это отличное средство, которое помогает вам поддерживать всегда ваши волосы в хорошем виде. Всегда, чтобы они выглядели свежо и были чистыми между помывкой головы. Не знаю, какой по счету уже этот у меня тюбик, но эта вещь просто мой must-have. Вы об этом знаете, поэтому сегодня я решила вам показать, как я им пользуюсь и какой он эффект дает на волосах. Как видите, сегодня я немного завела волосы. Также в конце ролика я вам покажу, как я это делала. Использовала я свой утюжок для выпрямления от Ремингтон. И так что, если вам интересно узнать, как я сегодня готовилась к съемке видео, то оставайтесь со мной. Наверняка у каждой из вас бывали такие дни, когда срочно нужно куда-то выйти, а времени вымыть голову абсолютно нет. Волосы непослушные, не хотят укладываться и нет никакого объема. Не нужно расстраиваться, в такие дни нам всегда поможет сухой шампунь. Для начала я разделю волосы на секции, хорошенько взболтаю баллончик с сухим шампунем и равномерно распределю его вдоль корней. Как видите, шампунь этот белого цвета, но не стоит пугаться этой пульцы. В процессе мы это все хорошенько распределим и вмассируем в кожу головы, и ничего не будет заметно. Я разделяю волосы на несколько секций, все это тщательно обрызгиваю сухим шампунем. Мне очень нравится новая серия этого шампуня, которая не только уберет в корней волос излишки жира, но и также придаст вашим волосам объем. Нам понадобятся наши пальцы, чтобы вмассировать сухой шампунь в кожу головы. Делаем это тщательно, чтобы не осталось белой пыльцы. Постепенно мы можем наблюдать за тем, как наши волосы становятся на вид более чистыми, а также появляется объем у корней. И теперь нам только осталось прочесать наши волосы, вычесать излишки пыльцы и уложить волосы так, как вам нравится. Ну вот и все. Как видите, мои волосы выглядят уже по-божески, так сказать, в нормальном виде. У них есть объем, они выглядят чистыми, и я спокойно могу проходить с ними целый день. Для начала я буду использовать вот такую термозащиту от Тресомея. Очень мне она нравится. Она не только защищает мои волосы, но также она безумно вкусно пахнет чем-то таким фруктовым. Очень приятным. И это незаменимая вещь, естественно, если вы пользуетесь утюжками и щипцами для завивки волос. Я равномерно распределю его по своим волосам. В идеале нам нужно подождать, пока волосы немножко высохнут. Я же их, естественно, причешу. И я сегодня буду пользоваться своим утюжком от Ремингтон. Очень мне она нравится. Быстро нагревается, отлично завивает мои волосы. У него очень удобная такая вот ручка, хотя сейчас у многих выпрямителей есть такая штука. И также шнур очень-очень длинный. И давайте приступим. Всю голову я накручивать не буду, потому что я готовлюсь к съемке видео. Обычно я так и делаю. Я завью немножко передние волосы, а задние оставляю свободными. И покажу вам свой способ, как я завиваю свои волосы. Я возьму небольшую прядку. Так, откроем мой утюжок. Сначала я пройдусь по волосам. И далее, что я делаю, я зажимаю утюжок. И просто один раз перекидываю назад прядку. Обкручиваю мой утюжок. И начинаю проводить. Как видите, вот эти вот волосы, они должны быть снизу. И я стараюсь направить утюжок от лица. И просто медленно провожу. И потом отпускаю. И как видите, получаются такие не кудри, а очень красивые локоны спиральки, которые потом я могу распустить и уложить так, как мне нравится. Так, этот волосочек у меня не закрутился. Так что я сделаю всем то же самое. Показываю вам еще раз. Надеюсь, вам будет хорошо видно. Зажимаю, перекидываю этот кончик назад. И один раз поворачиваю утюжок. И в сторону от лица я провожу медленно по волосам. И вот что у меня получается. Мне кажется, очень даже симпатично. Так, возьму следующую прядку. И вот что у нас получается. Мне очень нравится. Даже и в таком виде, возможно. Давайте еще пару прядок сделаем. Зажимаю, перекидываю, один раз прокручиваю и провожу. И не забываем о том, что чем тоньше прядка, тем больше будет локок. И видите, я взяла здесь очень тонкую, поэтому она у меня не очень хорошо закрутилась. Но мне это сейчас не так важно. И не забываем, конечно же, то, что если вы закручите волосы с этой стороны, то, естественно, носиком мы должны уходить влево. Ну, с моей стороны это влево. Если мы закручиваем эту сторону, я буду утюжок вот так закручивать. И давайте сейчас попробуем распустить пару прядочек. Теперь я беру вот такой натуральный эффект, чтобы волосы выглядели немножко даже растрепанными. Так, те волосы, которые у нас не завились, нужно их дозавить, либо убрать вообще назад куда-нибудь. Вот, я завью это тут. Так, нашла предательная, который не закрутился. Ну и вот, давайте вот эту вот прядку закручу. И, наверное, будет все с этой стороны. Ну и вот, и все. Одна сторона у меня готова. Я ничем не сбрызгиваю их, ну, во-первых, это для видео, а во-вторых, я люблю немножко такие полураспущенные локоны. Мне кажется, смотрятся вполне даже симпатичнее. Ну и давайте закрутим вторую сторону. Ну вот, по-моему, вполне симпатично. И я готова снимать видео. Так что увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...